У них злые языки. Почему? Потому что они своими ртами сосут слишком много путинских членов. Новый проект Сергея Мордана «Мордан плюс один». Впервые на русском ютьюбе формат злого интервью. Никаких комплиментов, никакого снисхождения к гостям, ни одного доброго слова. Первым под ураганный огонь Мордана попал известный русский националист и интернет-тролль Егор Парасвирнин. Это шоу стоит того, чтобы его посмотреть. Подписывайтесь. Ссылки в описании. Российский миллионер и депутат Госдумы от партии реальных дел, разумеется, Владислав Резник, предложил чиновникам из Минприроды разрешить богатым людям охотиться на животных, занесенных в Красную книгу. А деньги, вырученные от продажи таких разрешений, тратить на защиту этих самых животных. Не поняли? Тогда еще раз. Давайте убивать редких животных, предлагает Резник, чтобы спасти этих редких животных. Вы вообще логику здесь видите? Вот. А я понял, в чем фишка-то данной загогулины. Таким образом, ну это мое мнение, конечно, нам, простым смертным, видимо, пытаются намекнуть, что нас не в могилу свести хотят посредством той политики геноцида, которую в последнее время активно проводит российская власть, нас спасти мечтают. Ну да, кто-то вымрет, но ведь во благо остальных. Начинаем. Ну а эту новость вы, конечно же, уже слышали по своей абсурдности, потому что она попала в топы ушедшей недели. Хотя вот это вот понятие абсурдность, когда вспоминаешь о наших слугах народа, об их распредложениях, идеях, высказываниях, становится все более и более условным. Так вот. Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова раскритиковала предложение отдельных своих коллег об увеличении минимальной потребительской корзины хотя бы до 10 тыр. Назвала эту идею популистской, а дальше такую пургу понесла. Давайте брякну это, просто это. Вспомним о людях, прошедших Великую Отечественную войну. Голод и ужасы того времени. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали как могли. Рядом со мной сидит бабушка. Она работала депутатом Государственной Думы. Какие качества тебе нравятся, Тимофей? Что такое качество? Ну, качество, здрасте. Какое качество нравится, ну, в человеке? Ну, я не знаю, как вам объяснить, но я не... Ну, как-то человек вот, он образован в жизни. У него много добра должно быть. Кадры, которые я вам показывал только что, являются фрагментом документального фильма, снятого брянскими телевизионщиками. Называется тот фильм «Счастливый человек Екатерина Лахова». А дальше я уже не смог остановиться в попытке что-то узнать об этой женщине. И оказалось, что это действительно счастливый человек, ребят. Даме 70 лет. 40 из них, эта леди, проработала на госслужбе, причем главным образом на руководящих постах с конца 70-х в СССР. Еще она уже была руководителем чего-нибудь. После развала Союза и по сегодняшний день депутатствует. Она не прочувствовала на себе удары Горбачевской перестройки, потому что начальники в то время жили достаточно неплохо. Она не знает, что такое голодные 90-е и рефолт 98-го. Депутаты даже тогда получали свою депутатскую зарплату, имели льготы. На дамочки не отразились кризисы нулевых 8-го и 14-го годов. У Лаховой сегодня все ровно. 350 тысяч денежного довольствия плюс пенсия народного избранника. Че ей не счастливой-то быть? Это ж не моя мама, которой тоже 70, но которая после 40 только и делала, что пыталась и выжить. То деньги на работе не платили месяцами-годами, жила за счет огорода. То грабили посредством всех этих кризисов. Она в жизни не держала 300 тысяч в руках. Да че там сравнивать? Прожил ты 130 лет и все время че-то жрал вон. Крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил. Обувал тебя, девал. Воевал за тебя. Кстати, о людях, которые войну пережили, у которых не было потребительской корзины. А че эти гении из числа депутатов и чиновников постоянно о войне-то вспоминают? Параллели какие-то пытаются проводить. Но что война за окном? Насколько мне известно, война закончилась 74 года назад. И из числа тех, кто хоть что-то о ней помнит, в живых почти никого не осталось. С другой стороны, следуя логике вот этих вот лощеных господ, могу и я задать аналогичный вопрос. А почему тогда с жизнью во времена Киевской Руси сегодняшний реалий не сопоставлять? Правильно. Потому что это будет выглядеть как минимум глупо. Но, похоже, только мы с вами это и понимаем. А если серьезно, ну надоедать уже начинает маразм этих ветеранов в Куликовской битве, блин, это реальная журналистика. Не оскудевает отчизны. Идет недалекими темы сегодняшнего выпуска. Поехали. Еще один герой месяца. Я вам про него уже рассказывал в одной из прошлых программ. Но сдается мне, что данный слуга народа, а речь идет о депутате Госдумы, решил обойти на повороте главных бредоносцев охотного ряда, Милонова и Мизулину, конечно же. Речь о господине Вострецове, который в попытке поцеловать задний карман чьих-то брюк так высоко из собственных штанов выпрыгивает. На этот раз Сергей Алексеевич предложил обязать всех безработных платить по нему налога на самозанятых еще и отчисления в пенсионные и социальные фонды, а также в фонд ОМС, это медстрахование. А кто не станет платить, пусть лишается всех соцгарантий медицинского обслуживания по полной гайке. То есть тренд государства вам ничего не должно как бы продолжается. Он так хочет сказать, ты дурак, что ли? Откуда ты такой? Когда я услышал, я думал, боже, откуда взяли такого тупого депутата? Как-то коптировали, что ли, или я не знаю, или какой-то очень маленький округ был. Как-то каким-то левым образом попал, а потом выяснилось, что его избрали от Санкт-Петербурга, 213 округ. Стыдно, стыдно, жители 213 округа, что вы выбрали этого остолопа. Но самое-то смешное, знаете, что я вам тоже об этом рассказывал, но повторюсь, вот этот вот Вострецов, он ведь не с потолка в думу свалился и не в инкубаторе вроде высшей партийной школы выращен, где из людей лизоблюдов делают. Он является председателем одной из крупнейших профсоюзных организаций в нашей стране профсоюза соцпроф, социальный профсоюз, вот так это расшифровывается. То есть, по идее, человек должен бороться за права трудящихся и, в первую очередь, за соцгарантии для этих людей. Иными словами, Вострецово сейчас должно заботить, почему в России в данный момент такое большое количество безработных. Почему в России сегодня такое огромное число невостребованных специалистов? Почему 22 миллиона работающих граждан находятся за чертой бедности? Почему работодатель? Обращается с работником как со скотиной, захотел, выкинул на улицу, а трудовая инспекция абсолютно нифига при этом не делает. Мне кажется, что вообще уже нет такой организации, как профсоюзы, потому что действительно трудящиеся абсолютно не защищены перед работодателем. На Западе, да, есть профсоюзы, а здесь я не то что не ощущаю, я не знаю, есть ли он вообще. Раньше хорошо помогал профсоюз, что говорить. Сейчас уже мало где нормальные профсоюзы. Я работаю, и у нас нет профсоюза. Но нет, лидеры нынешних профсоюзов так мелко не плавают. Напротив, они вон законопроекты пишут, которые, если перефразировать, остался без работы, иди в окно выбросись. Это самый лучший для тебя выход. Ну или почку продай. Найди, ради, укради, но заплати. Вот вы знаете, чем дальше вся эта вакханалия продолжается, времена вострецовых в смысле, тем с большей теплотой я вспоминаю 90-е, которыми пропагандисты сегодня запугивают людей. А я немного застал то время и прекрасно помню. Да, были бандиты и бандитские крыши, но с бандитами. Всегда можно было договориться. Они, как ни странно, понимали. Если человек остался на бабах, ну какой смысл его трясти, как грушу? А с сегодняшним честным государством договариваться о чем-то бесполезно. Государству абсолютно наплевать. Плати и все. Не заплатишь, пришлем полиционеров с дубинками, прокуроров, судей, приставов, которые отберут все, что есть, не у тебя так у родных и близких. Эти кадры, они не из 90-х. И на них вроде бы как не бородки, напротив. Представители власти, вот только действуют эти представители власти почему-то как бандюганы махровые. Подобными сюжетами и роликами сегодня весь рунет забит. А слуги народа вместо того, чтобы противостоять беспределу, наоборот, дают беспредельщикам еще больше прав. Я не удивлюсь, если завтра какой-нибудь очередной выродок из какого-нибудь правительства или какого-нибудь ЗАГС собрания предложат, а давайте вообще отстреливать этих людишек на мясо разделывать и в Африку продавать. Ну и к вам, господа, хочу сейчас обратиться. А вы знаете, когда случилась первая известная нашей историей народное восстание. 945 год до нашей эры. Восстание древлян против князя Игоря. А знаете, почему случилось? Из-за повторного сбора. А да, они, впрочем, тоже древляне. Ладно, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Чего ты? Не ругайся. О, чего ты на меня так дышишь? Надо снимать лучше, что вокруг творится. Пизда бы дома. Все разъебал. О, смешно. Как тебя отсюда вытаскивать, а? Маленькая мразь. За шкирку, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...